Футболисты Ивановского текстильщика не так давно снова приступили к тренировкам. В субботу на стадионе Локомотив состоялась первая в новом году двусторонняя тренировочная игра. Футболисты в оранжевом против футболистов в синем. Но все они игроки текстильщика. Игра это самая большая нагрузка, которая есть в футболе. Вот поэтому мы перед выходным даем игру посмотреть на футболистов, на общее состояние. И вообще не использовать такие великолепные погодные условия, великолепное поле, как бильярдный стол. Просто грех. Есть правда у зимнего футбола свои особенности. Бегать по снегу сложнее, чем по газону. Бутсы порой скользят, много падений. Зато драйв от игры настоящий, футбольный. На сегодняшний день работы всех игроков и главный тренер, тренерский состав довольны. Ребята с большим удовольствием тренируются, играют. Так как было достаточное количество времени на отдых. Претензий никому нет. Состояние футболистов хорошее. Игроки привыкают снова работать вместе одной командой. Сейчас они почти в полном составе. Нет, правда, Анзора Саная. Он находится на просмотре у одного из клубов премьер-лиги. Двое игроков восстанавливаются после травм. Покинул команду Сергей Осадчук. Но вот-вот станет ее частью Николай Поклянов. Воспитанник ивановского футбола. Около четырех лет играл за Костромской «Спартак». В ближайшие дни родной клуб снова подпишет с ним контракт. В команде Николай займет позицию полузащитника. Сейчас, пока привыкаю. Я многих ребят знаю. Со всеми общаюсь хорошо. Хороший коллектив. Работоспособный. Ребята. Давно хотелось бы вернуться сюда, домой на родину. Очень счастлив. Буду работать, радовать болельщиков, всех своих близких. Тренируются игроки ежедневно. Команда должна быть готова к тому, что в апреле, когда первенство продолжится, за первое место, на котором сейчас располагаются красно-черные, будет настоящая война. А в этой встрече силы команд оказались равны. Итог тренировочного матча 1-1, разумеется, в пользу текстильщика. Наталья Романова, Денис Денисов, РТВ Иванова.